Итак, всем привет! Сегодня речь пойдет у нас про все кнопки и вообще в принципе функционал Жука. Таким образом выглядит приборная панель. Здесь что мы видим? Основную информацию, бортовые компьютеры, то есть запас хода, расход, время и так далее. Это максимальная версия. Здесь в принципе есть все, что только возможно. Здесь отключается курсовая устойчивость, настраиваются зеркала, можно сложить их вот таким вот образом и поставить автоматический режим, то есть при закрывании будет тоже складываться зеркало. Что касается руля, управление мультимедийной системой, добавить-прибавить звук, телефоном управление, лимитер скорости, круиз-контроль. И вот так отображается. То есть, ну вот допустим, сейчас мы выставим лимит. 40 километров. Ну и круиз-контроль, он, понятное дело, на ходу включается. Здесь, кстати, стоит подлокотник, но это доп. опция. И здесь у нас подогрев сидений. Неплохо, кстати, греет. Теперь познакомимся с центральной консолью. Здесь у нас управление климат-контролем и управление режимами движения. То есть, можно нормальный выбрать режим, спорт-режим и эко-режим. Информация по эко-режиму. Здесь информация о поездке, скорость, километраж там и так далее. И установки. Здесь можно настроить, в принципе, дисплей. Тоже особо не будем на этом, наверное, внимание акцентировать. И можно выбрать климат-контроль. То есть, есть автоматический режим. Здесь, в принципе, все понятно. Интересный дизайн получился, кстати, у этого всего дела. Мультимедийная система. Это максимальная комплектация. Здесь есть навигация. Вот мы здесь находимся на станционной. Есть возможность видеть пробки. Кнопка инфа. То есть, есть возможность скачать приложение на смартфон и синхронизировать. Вот сейчас покажу. То есть, сейчас нет подключения к смартфону. Если мы подключим через USB или Bluetooth и скачаем приложение SunConnect, можно пользоваться будет Google поиском. Ну и Facebook. Карта. Навигация. Ввести адрес там и так далее. Здесь, ну, в принципе, тоже, я думаю, все понятно. Если интересны подробности, можно приехать на тест-драйв. Ну и потыкать самому все это дело. Так, вот еще, кстати, что есть в ЖУКе и нет в этом классе. Я, во всяком случае, не знаю, у кого бы это могло еще быть. Камеры кругового обзора. То есть, это вот передняя камера сейчас включена. И, ну, опять же, есть несколько режимов. Если мы включим заднюю скорость, то у нас будет отображаться задняя камера. И круговой обзор. Небольшой дисплей, но видно все. А вот еще, кстати, интересный вариант. То есть, если мы включаем, еще раз нажимаем на кнопку камеру, у нас отображается вот это вот переднее колесо. И мы можем к бордюру вплотную встать и при этом не поцарапать колесо. Очень удобно. Вот вкратце то, как выглядит мультимедийная система и вообще, в принципе, органы управления ЖУКом. Здесь индикатор, который оповещает нас о том, что в слепой зоне находится автомобиль. Удобно, что здесь, не в зеркале. Вот, кстати, я еще подключил телефон по Bluetooth. И вот мы теперь можем зайти в наше приложение. Так, ну вот, допустим, онлайн, поиск Google. Есть голосовой поиск. Можем включить микрофон. Гостиницы. И он нам покажет ближайшие гостиницы и сможет нас туда провести. Допустим, Гранд Отель. Какой-то старт. Можно позвонить, кстати, туда сразу. Но удобно. Мульти-тач есть. Старт нажмем. Расчет маршрута завершен. Отлично. Понятное дело, что можно слушать музыку там и так далее. Через Bluetooth, телефон, а все это дело, конечно, работает. Есть еще вот такие вот приложения. Сейчас. Евроспорт. Здесь можно почитать статьи о спорте. В приложениях также можно смотреть пробки, выбрать там, какие дороги избегать в маршруте и так далее. Есть еще вот такое вот приложение. Здесь, в принципе, в Google поиске можно сделать похожие вещи. Ну, допустим, найти отели. Вот таким образом все это работает. Чтобы попробовать самостоятельно попользоваться всеми этими вещами, можете приезжать к нам и покататься на тестовом автомобиле. Номер телефона, по которому можно записаться на тест-драйв, опять же, будет в описании к ролику. Спасибо.